Всем привет, с вами Джон Панч, и за последние две недели произошло множество интересных событий, некоторые произошли буквально вот только что, и о них я должен рассказать где-то в каком-то формате, поэтому я придумал такую вот новостную рубрику, в которой я буду рассказывать всё самое интересное, связанное с эмуляторами, с PlayStation и с моим каналом. Пшшшш, и заставка, а потом так, пшшш, и ништяк. Начнём с плохих новостей. Не так давно мы узнали, что лавочку PlayStation Now прикрыли, но нашлись энтузиасты, которые подвезли новые методы обхода этих несправедливых блокировок. И вчера я подумал обновить свой популярный гайд на эту тему, но как только я лёг спать, тыква превратилась в золушку. Или как там было, ну короче, суть в том, что это уже не работает. Лавочку прикрыли второй раз, поэтому я с уверенностью могу заявить, что Sony здесь и сейчас в реальном времени активно борется с халявщиками. Поэтому даже не сомневайтесь, если вы сейчас нашли какой-либо рабочий гайд, лучше, наверное, никому о нём не рассказывать, потому что как только он набирает популярность, лавочка закрывается. Вот так-то. В Юзу эмулятор завезли мультикор, то есть поддержку многоядерных процессоров. И это круто, потому что в итоге в этом эмуляторе значительно вырастает производительность в играх. Произошло это достаточно давно, но апдейт доступен только для патреонов. Поэтому без доната помацать, как это работает, не получится, но как только этот релиз станет публичный, я обязательно запишу про него гайд. И честно говоря, Супер Марио Одиссея, в которую я играю на своём свитч, меня не впечатлило. Поэтому в комментариях можете предложить любую свою игру, на примере которой я буду делать гайд. Эмулятор RCPS 3 уже несколько лет пытается покорить Last of Us. И недавно ему удалось преодолеть рубеж в 30 фпс, иногда даже в 40, иногда даже в 50. СМИ начали форсить это блюдо под приправой типом «Вот теперь Last of Us работает лучше, чем на консолях на эмуляторе RCPS 3». Но учтите, что даже на топовом железе в динамических сценах частота кадров опускается до 18, а иногда даже до 15 кадров. Поэтому говорить о каком-либо превосходстве над консолями пока что смехотворно. Но! Ещё пару месяцев назад этот эмулятор работал в два раза хуже. Поэтому, как по мне, делать гайд сейчас по установке и настройке эмулятора под Last of Us нецелесообразно. Но, возможно, через два месяца я его сделаю. Потому что убить кликера на маленьком фпс, поверьте мне, это тот ещё хардкор для вашей задницы. Многие уже в курсе и многие подписались на меня именно из-за этого контента, а некоторые ещё нет. Я жду китайский геймпад с Алиэкспресс, аналог DualShock 4 контроллера, в котором будет Bluetooth, работающий с ПК, а также работающий с самой консолью. В нём, так же как и в DualShock 4, будет встроенный гироскоп. Гироскоп, который по идее должен также работать в CMU эмуляторе и позволит в Зельде целиться из лука и решать головоломки в светилищах, а также проходить сплатун. Но прежде чем что-либо рекомендовать, я должен это протестировать сам. Я сделаю детальный сравнительный обзор с оригинальным DualShock'ом и расскажу обо всех плюсах, так и минусах. Ну, главный плюс, пожалуй, это его цена, 19 долларов. Будет ли стоить этот геймпад своих денег, узнаем, как только он придёт мне с Алиэкспресс. Идёт он уже две недели, я думаю, ещё две недели и он у меня будет. Ну и напоследок, недавно на своём канале я провёл конкурс по подсчёту местоимений Я в одном из своих последних видео. Задачка вроде как простая, просто считай, сколько раз я сказал я. Но нет, по статистике из 40 человек правильно отвечает только двое. И на данный момент у нас всё ещё не набралась пятёрка победителей. Поэтому если у вас куча свободных нервов и времени, можете попытать удачу и забрать приз. Там не будет конкурса, там как только наберётся 5 правильных ответов, этим пятерым я разошлю призы, всё. Ссылка на видео с конкурсом в описании под этим видео, там вы ознакомитесь с условиями и всё поймёте. Задача реально сложная, лучше не беритесь, оно того не стоит, но всё-таки. Субтитры подогнал «Симон»